В поселке Мостовая вода оставила людей без дороги. Последствия стихии увидели наши корреспонденты. 700 звонков в службу скорой помощи, столько же в колл-центр при главе города. Как ликвидировать последствия урагана, расскажем в выпуске. В Майинском районе из-за воды люди оказались в ловушке в собственных домах. Как проходила эвакуация, смотрите в выпуске. За ночь выпало больше месячной нормы осадков. По области упало больше полутора сотен деревьев, размыло дороги и трамвайные пути. Накануне вечером на Ульяновск обрушился сильнейший дождь со шквалистым ветром до 27 метров в секунду. От ливня пострадали жители поселка Мостовая. Они в буквальном смысле теперь живут на воде. Участки затоплены, подвалы тоже. Самое плохое, говорят люди, что смыло дорогу, а без нее ни пройти, ни проехать. В Мостовой сегодня побывала Мария Сафронова. Тонем. Поселок Мостовая медленно уходит под воду. Этот населенный пункт как дно чаши, по краям которой сливается вода чуть ли не со всего города. Одна из заасфальтированных артерий, которая ведет на местное кладбище и к микрорайону Репина, превратилась в бурлящую реку. Под таким напором асфальт провалился. Плиты не выдержали мощи Репинских вод. Теперь здесь вместо дороги местная достопримечательность – водопады. На моей памяти такого никогда не было. Я как коренной житель Мостовой, живу здесь 45 лет, и такого никогда не было. Здесь ливневая канализация, она никогда не справится с этим, ее надо делать нормально. Обвал, получается, плиты подмыл, все. Тут вся дорога сейчас уйдет под воду. Мы сейчас с вами стоим, а под нами уже, может сказать, пропуск получит. Сейчас на месте затопления работают спасатели. Они откачивают воду из подвальных помещений и на придворовых участках. Из 32 подтопленных домов 15-ти уже устранили последствия ливня. А по 17-ти домам работы еще ведутся. Один из этих мероприятий, которые необходимо сделать, все-таки сделать с ливневой канализацией в микрорайоне Репина. Те мероприятия, которые более 20 лет назад были запланированы городом Ульяновском. Без этого, без строительства действительно новых тренажных канав, можно сказать, уже и уходить от этого старого образа жизни, надо просто делать. От разбушевавшейся стихии страдают и жители многоэтажек. В доме номер 5 по улице Лихачёвой из-за ливня потекла крыша. Эта проблема мучает домочадцев уже несколько лет, поэтому ручьи с потолка для них не сюрприз. А тазы они убирают лишь на зиму. Коммунальщики, по словам жителей, лишь отмахиваются от них. Ведь ремонт крыши запланирован только на 2038 год. Не было дождя, всё равно у нас капала крыша. С Дома управления приехали, сказали, вроде как сделали, они нам залатали крышу. Капать не перестало. С усилением дождя стало капать во все щели, куда только можно. Дети спят ночью, капают чуть ли не на лицо. Далее стало капать у меня на подоконнике. Крыши ещё сегодня обнаружила, ещё новые три дыры, где капают. Мои дети находятся в туб-диспансере на учёте. Как бы очень часто болеем. А до жителей дома на Ростовской, которые уже вторые сутки находятся без электричества, наша съёмочная группа так и не добралась. Разлившиеся по дорогам реки блокировали все подъезды к домам. Мария Сафронова, Сергей Свишников, Весть, Ульяновск. Около 700 вызовов скорой помощи. 49 человек пожаловались на лёгкие травмы. Так выглядит статистика за минувшие сутки. Насколько пострадал областной центр и что сегодня делается для того, чтобы максимально ликвидировать последствия буйства стихии. Об этом наш следующий материал. Начнём издалека. С акватории Чёрного моря, где и зародился циклон, который вобрал в себя жаркий воздух и огромное количество влаги. После чего с большой скоростью направился в Поволжье. Столкнувшись здесь с умеренным прохладным воздухом, с северных широт, и поэтому стал резко углубляться. Эпицентром он прошёл буквально через Ульяновск. И поэтому сильные осадки, даже очень сильный дождь, что бывает крайне редко, в частности в городе Ульяновске, наблюдался днём во второй половине дня на территории города. Ливень мы пережили с минимальными потерями, говорят в городской администрации. За это лето он уже третий. Предыдущие два прошли почти без последствий. Но по мощности они не сравнятся с тем, что произошло сегодня ночью. Мы на самом деле были готовы. И реально вы это можете оценить по утреннему состоянию. Первое. Проблем с подставлением территории практически нет. Остались остаточные явления. Второе. На проезжей части убраны все мешающие движению предметам. Транспорт в течение буквально последующих двух часов будет восстановлен. Полностью движение транспорта. Потому что сегодня выход на линию порядка 80%. Это в принципе после такого серьёзного происшествия вполне допустимо. Транспортное сообщение. Пожалуй, одно из главных направлений работы всех коммунальных служб. Города и не только. В частности, проблемы возникли с ливневыми канализациями. В большинстве районов они попросту не смогли справиться с таким потоком. Как результат, работы по их прочистке начались ночью и продолжаются сегодня днём. Всего работают на данный момент на правом берегу пять бригад. Из них два комплекса. В комплекс входит и лосос, и ДКТ машина. И три бригады работают в ручном режиме. То есть очищают ливневые колодцы. Отдельное внимание общественному транспорту. Многие вчера с трудом добирались, например, из центральной части города в Заволжскую и Засвияжскую. Пришлось привлекать дополнительные автобусы большой вместимости. Так было вчера. Сегодня картина выглядит более оптимистично. По сегодняшнему дню также был отшлён контроль за работой городского транспорта в микрорайонах, крупных микрорайонах города, Засвияжского района, Ленинского района, Заволжского района. В целом к 9 часам уже население полностью было разведено. Транспорт на сегодняшний день работает уже по своему расписанию. Имеются незначительные перебои на отдельных участках. Ориентировочно к вечернему пику пытаемся эти вопросы устранить. Но не обошла буря стороной и электротранспорт. Из-за падавших на контактные сети веток деревьев произошли обрывы. Как следствие, движение останавливалось. Сейчас также идут работы по устранению последствий непогоды. Вот видите, за спиной у нас работает бригада по восстановлению трамвайных путей на улице Кирово-Локомотивное. Сейчас мы ждём щебёнку и будем засыпать уже. Линию, возможно, откроем. Значит, остановка сложная, но контролируемая. Там, где нет трамвайных вагонов, управлением дорожного хозяйства, предусмотрено автобусы по ТП. Что же касается затопленных домов и протечек, то контакт-центр при главе города продолжает работать в активном режиме. За ночь специалистам удалось объехать 22 адреса. Впереди все остальные. Один на один с проблемой никто не останется, заверил Сергей Гигерев. Ну а тем временем синоптики уже делают новые прогнозы. По долгосрочным прогнозам зарубежных моделей барических полей, мы предполагаем, что в начале следующей недели у нас распогодится. И, в общем-то, выглядит солнышко, будет умеренно тепло, но, в общем-то, вероятность остатков резко снизится. Антон Никитин, Вести, Ульяновск. Из-за ливней, из берегов вышла и разлилась всегда скромная речушка Тагайка. Она затопила полтора десятка домов Тагай-Майнского района, несколько улиц, десятки подворья и огородов. Многие жители этого села теперь рискуют остаться без урожая, но самое страшное им все же пришлось пережить сегодня ночью. Репортаж Элла Шаховой. Я, конечно, была в шоке, когда посмотрела на свой огород, я вся стала судить, кричать, помогите, спасите, тонем. Вода в реке Тагайка поднялась в ночь с 5 на 6 июля, когда люди еще спали. У Валентины Ганаевой, жительница села Тагай-Майнского района, затопила практически весь огород. Дальнюю границу участка теперь можно определить только по кустам и деревьям. За ними проходят русла реки. Было у меня 100 корней помидора, 100 корней было капусты, цветная такая. Можем все, картошка, морковка, тыквы, арбузы насажала, но все погибло. В этот год остались мы без всего. Таких затопленных приусадебных участков в селе несколько десятков. У Тагайки извилистое русло и проходит оно почти по всему населенному пункту. Тагайка – речка небольшая, шириной обычно не больше двух метров, а глубиной, как говорят местные жители, воровью по щиколотку. И вот такого здесь не видели никогда. Но затопленный урожай – не единственная потеря многих тагайцев. Вода пришла и в дома, как в случае Галины Шафоростовой. Из-за всего пережитого женщине стало плохо. Скорую ей вызывали уже в дом соседки. В час ночи, если слышу, вода журчит. Она уже, видать, в подпол пошла вода. Не было воды. Через 20 минут вдруг везде сразу воды много стало. Вот так вот воды. Вот. Я вся мокрая была. Почти по поясу. Конечно, ходила по домам. Кресло мои плавает. Диван мой вообще вот так вот перекосило весь там. Кровать моя. Ну, как она может легкая, если она мочится матрас, утонет. А так она вот плавает, как лодка. По всей комнате. Доски меня приподняли от воды. И они дверь заклинили. Я ее вот так поднимала, поднимала, не могла я никак поднять. И у вас через окно МЧС? И через окно он меня вытащил, да. Через окно Галину Шафоростову вытаскивал Константин Журтубаев. Районная служба МЧС, конечно, тоже пришла на помощь. Но местная администрация – это местные же жители. А потому быстрее оказались у затопленных домов. В некоторых из них бурные потоки воды не давали выйти наружу. Люди оказывались в ловушке в собственном жилище. Отдать надо должное нашему старости села Козлову Василию Дмитриевичу. Он еще является руководителем КФХ Козлов. Вот у нас с вами тяжелая техника, тоже погрузчиком. По улицам вот ездил тоже, там одну цыганскую семью тоже эвакуировал. Погрузчиком? Да, с погрузчиком. Там прям в курсе они сиделись. Потом, правда, этот с Колодиловым, с начальником пожарной части, тоже в этом ковше объехали эту всю улицу. В общем, спасали из затопленных домов жители села Тагай всем миром. Всего было эвакуировано 37 человек, 8 из них – дети. От воды пострадало 14 домов и еще больше приусадебных участков. Сейчас, заверяют в Майинском МЧС, жизни и здоровью людей ничего не угрожает. Каждый час, значит, проводится мониторинг уровня реки. Сейчас в уровне реки пошел на спад. А был какой максимальный у него? Ну, уровень реки поднялся на метр. То есть сейчас идет спад. Вот в районе 15-20 сантиметров уже вода упала, ушла. Но когда вода отступит совсем, не знает никто. Дожди так и не прекращаются. Элла Шахова, Александр Абрамов, Вести Ульяновск. Дождь и шквалистый ветер прервал отдых детей в здравительных лагерях. Более 300 ребят из-за погодных условий были вынуждены вернуться домой. Сегодня эвакуация прошла в четырех загородных учреждениях области «Ласточки», «Орленки» и палаточных лагерях в Скугареевке и Димитровграде. Здесь из-за неблагоприятной погоды возникли проблемы с электричеством. Также ветром повалило больше 20 деревьев. Ситуация находится на контроле. В всех остальных лагерях на сегодняшний день мониторим мы практически каждый час. Ситуация непростая, но свет есть, вода есть. Вот, конечно, одно из больших моментов – это не столько дождик, сколько ветер сильный. Поэтому никаких на сегодняшний день в связи с ураганом повальных деревьев или каких-то сломов зданий на сегодняшний день нет. Этой ночью для детей создали необходимые условия. В спортивном палаточном лагере в Скугареевке подростков сразу же разместили в здании, поскольку здесь работала сационарная столовая. Проблем с питанием не возникло. Мы переночевали ночь в здании. Нам расстелили наши палатки, дали удобные ковры и все. Мы переночевали там. Эвакуированных детей встретили родители. Сейчас им ничего не угрожает. К другим вестям. Зарубежный опыт в региональном медицинском центре. Врачи детской клинической больницы вернулись из Израиля, где изучали, как организована медицинская помощь в клинике Хадаса. Эти здания наши специалисты планируют использовать в работе строящегося перинатального центра. Хадаса, как рассказали врачи, это целый больничный город. Он состоит из 28 зданий, в которых расположено 130 отделений. За год медпомощь там получает более миллиона пациентов. Миниатюрным аналогом должен стать и наш перинатальный центр при ОДКБ. В том числе и в реализации израильского опыта. Например, в подходе к лечению онкологии. В отношении лечения онкологических заболеваний в Израиле активно используется генетическая база. Генетическое генотипирование опухоли с возможностью индивидуального подбора терапии. Это дает им определенный рейтинг и статус как лидеров в решении проблем онкологической заболеваемости. Со своими израильскими коллегами наши медики также договорились об удаленном консультировании ульяновских пациентов. Кроме того, в областной детской больнице теперь ждут ответного визита. Планируется, что зарубежные специалисты проконсультируют тяжелых больных и дадут мастер-классы. Стихия, которая обрушилась на Ульяновскую область, нанесла серьезный материальный ущерб. По заверениям синоптиков, дожди стихнут. Но вот ветер завтра останется сильным. Порывы до 15-20 метров в секунду. Поэтому специалисты советуют быть осторожными, под деревьями стараться не ходить. И, конечно, не оставлять авто вблизи зеленых насаждений. Сейчас подробный прогноз погоды на завтра. А я с вами прощаюсь. Благодарю за внимание. Всего доброго. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин